...миллионов гривен, из которых 53 миллиона 900 тысяч гривен направлены на проведение аварийно-ямочного ремонта на автомобильных дорогах государственного значения. И 16 миллионов 100 тысяч гривен на обеспечение безопасности движения. Вы знаете, на самом деле это те средства, которых недостаточно для того, чтобы отремонтировать и построить дороги в Николаевской области. Практически каждая сессия областного совета у нас начинается с того, что депутаты поднимают вопрос о дорогах в Николаевскую область. Проблема эта не одного дня и не одного десятилетия. Более глобально, конечно, необходимо подходить к данному вопросу и рассматривать не только Николаевскую область, а и целому Украину. Но если говорить о наших проблемных дорогах государственного значения, то их сегодня три. Это Н11, которая, вы знаете, в каком состоянии находится. И ситуация сегодня на дорогах аварийная. Мы просто приняли решение. И своими силами сегодня пытаемся восстановить проезжаемую часть дороги от Днепропетровской области до Нового Буга и по непосредственному городу Нового Буга. Людям выплачена заработная плата за предыдущие месяцы для того, чтобы мы смогли выполнять непосредственно те ремонты, которые запланированы. Опять-таки речь идет о ямочном ремонте, не строительстве, не капитальном ремонте, потому что средств нет. Украина планирует выделить около 10 миллионов гривен для того, чтобы отремонтировать часть дороги Н11. Такая же ситуация у нас происходит и с дорогой Николая Кировоград, где состояние, я не могу сказать, что лучшее, наверное, еще и хуже, нежели на дороге Н11. И ситуация также критична, поэтому мы будем обращаться к бизнесу, мы будем совместными усилиями пытаться в течение зимнего периода хотя бы обеспечить проезд транспорта по этим дорогам. Что хочу сказать.